МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нижегородская область вышла в России в лидеры по темпам развития малого бизнеса. На ваш взгляд, за счет чего удалось этого добиться, понимая при этом еще, что малый бизнес – это такая очень тонкая и деликатная материя? Прежде всего, это связано с тем, что создаются нормальные условия для развития малого бизнеса. Мы здесь имеем целую систему и организационных мер, и создания материально-технической базы, и организации финансовой поддержки. Во-первых, у нас есть Министерство поддержки малого предпринимательства, которое только этими вопросами занимается. И в каждом районе малый бизнес – это мы так уже распределили обязанности. Прежде всего, забота и функция наших муниципальных районов, городских округов, потому что они ближе к ним. И одновременно с этим есть и централизованные программы. Допустим, программа бизнес-инкубаторов. Вот в нашем нижегородском бизнес-инкубаторе только за прошлый год, 2013, количество резидентов увеличилось вдвое. Мы сейчас построили уже 8 бизнес-инкубаторов в крупных районных центрах, и там тоже в полтора раза только за год увеличилось количество резидентов. Смысл заключается в том, что приходят люди со своими только идеями. У них нет ни средств, ни структуры, которая могла бы этим заниматься. И им представляют производственные помещения, сопровождение юридическое, бухгалтерский. Возможность реализовать эту идею? Весь аутсорсинг от охраны до переговорных комнат. И они начинают эту идею материализовать, доводить ее до опытной какой-то промышленной партии. То есть до реализации. Как только начинают получать прибыль, они уходят. То есть мы их выпускаем из инкубатора. Но это как в природе. Финансовый инструмент тоже гарантийный фонд. И существует наших гарантий. Порядка на 500 миллионов только по прошлому году мы таких гарантий дали. Плюс существует еще у нас поддержка в виде оплаты кредитной ставки по взятым кредитам. Есть другие финансовые инструменты. Микрозаймы, например. Тоже сотни таких вот малых предприятий получают микрозаймы. И это все помогает им начинать, именно стартовать в какой-либо программе. Сейчас мы, когда смотрим на развитие малого бизнеса, не во всех районах одинаково. Вот я только хотел спросить. Поставлена работа. Где-то идет постоянный рост и количества предприятий малых, и количества индивидуальных предпринимателей. Растет количество тех людей, которые занимаются малым бизнесом. Либо как работодатели, либо как работники на МТ. Сейчас у нас, если в целом отменивать, около 30% занятых в малом бизнесе от общего числа занятых вообще во всей экономике. Но есть районы, у которых это и 14%, и 15%. С чем связана такая разница? Разные подходы. Верно, есть и объективные условия. Потому что по-разному созданы исходные условия. Где-то нет рабочей силы в полном объеме. Где-то она не является подготовленной для того, чтобы в малом бизнесе работать. Но в основе своей все-таки это причина субъективного характера. Мало внимания уделяется. И самое главное, что административные барьеры, различные обременения. А ты вот прежде чем заняться, сделай нам вот это. Он и так-то не знает, где деньги брать на свое дело. И он еще там забор какой-нибудь караси заставит. Или какую-нибудь кровлю ремонтировать. Или там... Сразу нагрузить. Арендную плату установят, какую-то несусветную. Поэтому мы с малыми предприятиями очень плотно работаем. Они малые называются. Не потому, что они малую плату платят. Они имеют небольшое количество людей. Но по объемам сейчас, если говорить, с 2005 года мы выросли с 11% пропорции внутреннего регионального проекта, продукта, за счет малого бизнеса. До 18,5% уже. Пятая часть. Да. Перспективы какие? В развитых странах эта пропорция достигает 60%. Ну, например, Германии. Почему? Да потому, что малый бизнес, он наиболее приспособлен к рыночной экономике. Он быстро откликается на изменения потребительского спроса. А спрос на рынке меняется буквально там в течение года по несколько раз даже бывает. Я уж не говорю там из года в год. Не нужно большой капитализации. Не нужно большого количества оборудования. Быстро идет перестройка. Поэтому очевидно совершенно, что наша система, она дает определенный результат. Мы растем, но хотелось бы расти еще большими темпами. И самое главное, за счет малых предприятий наращивать налогооблагаемую базу. Понятно. Следующая тема. Во вторник на очередном заседании правительства Нижегородской области обсуждался вопрос ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения. Причем на моей памяти с начала года этот вопрос повестки уже третий или четвертый раз. С чем это связано? Не с тем ли, что существуют какие-то серьезные проблемы? Нет, это просто приоритетная программа. Она имеет определенные сроки. И мы, во-первых, вступили в эту программу в прошлом году, первый год. Поэтому подводим итоги года. И чтобы не запускать ее без определенного контроля на целый год, и в конце года, может кто-то сказать, ну не смогу. Поэтому мы слушаем итоги начала, как осуществлено проектирование, когда прошли конкурсные процедуры, когда началось строительство. И смотрим, а какова готовность вообще к тому финишу, когда надо сдавать. Потому что есть сдаточные объекты этого года, есть переходящие объекты на следующий год. Если говорить об этой программе, то по прошлому году мы уже за один год на 60% сократили очередность. 8 360 мест ввели. И в этом году я поставил задачу 3,5 тысячи мест ввести. Почему сейчас меньше? Потому что мы выбрали весь ресурс по реорганизации. И сейчас создаем либо новое строительство, либо реконструкцию, либо использование старых зданий, которые возвращаются уже из какого-то другого профиля, опять в основной профиль. Ситуация непростая, потому что и бюджетные средства приходят позже, особенно по федеральному финансированию. И задерживаются в связи с этим конкурсные процедуры. Так в целом программа идет с напряжением. Но устойчиво видим, что многие муниципалитеты, они являются у нас главными заказчиками, справляются. Наиболее сложное положение все-таки в Нижнем Новгороде и в Кстово. Вот мы сейчас принимаем меры, чтобы составить ежесуточные графики, больше привлечь на эти объекты специалистов. Тут и объемы самые большие, конечно же. Специалистов. Я думаю, что и прошлый год был непростой, но все равно Нижний справился со своими задачами. Я думаю, в этом году мы получили полное заверение администрации города и тех районов, которые сегодня еще визуально по картине просто отстают. Еще не по объему, только из земли вырастаем. Я думаю, что они справятся, но это нужно контролировать каждый месяц на стройплощадках, с тем, чтобы этот ритм ускорялся, но ни в коем случае не замедлялся. Хорошо, у нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, вечер добрый. Алло, здравствуйте, Валерий Павлович. Добрый вечер. Меня зовут Илана Владимировна. Звоню вам из Нижнего Новгорода. В выходные ездим отдыхать в Сокольский район. Вот какая проблема у нас возникла. Она, конечно, сейчас не очень актуальна, когда на улице холодно. Но когда жарко, купаться хочется. А вот частная застройка по берегу перекрывает доступ к водоему и заборами, и шлапбаумами, и преградами. Если конкретно говорить, то вот устье реки Мича в районе деревни Белынь Сокольского района. Раньше можно было купаться, а сейчас весь берег перекрыт. Как вы считаете, законно ли так ограничивать доступ к водоему и строить дома на самом берегу? Ну, надо проверять эту застройку. У нас и по Горьковскому морю, в Городецком районе мы занимались очень серьезно этим вопросом. Я обязательно дам поручение посмотреть, как сделаны землеотводы, особенно заборы. Везде, во всех наших правилах написано, что можно строить, но подходы все равно к общему берегу, к общим пляжам, они должны быть, потому что пляжи нельзя приватизировать. Хорошо. Следующая тема. Минувший четверг в Нижегородской области прошел традиционный день поля. Он, правда, имеет еще одно более модное название – Агрофест-2014. Вот в рамках этого праздника что на этот раз показали нижегородские аграрии, нижегородские сельхозпроизводители? Ну, Агрофест – это праздник, фестиваль, который завершает весенние полевые работы, который завершает посевную и, по сути дела, формирует урожай уже этого года. И всегда это очень такое знаковое событие. Масштабы его с каждым годом становятся все более обширными. Большее количество участников приезжают уже к нам и страны ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья, и соседи наши приезжают в регионы с тем, чтобы показать свою технологию сельскохозяйственного производства. Показать новую технику, новые технологии, показать даже, вот в этот раз мы увидели, строительные конструкции, не только животноводческих комплексов и каких-то агрегатов, которые для растений и водства предполагаются, но и жилищные строительства, в том числе на селе. Такие проекты существуют, наиболее оптимальные, наиболее комфортабельные. Участвует очень много научных коллективов, которые занимаются селекцией семян, которые занимаются производством минеральных удобрений, продажей. Малая техника. Меня порадовало, что вроде такой агрофест 2014, в основном мы рассчитываем, что это какие-то серьезные фирмы, крупные принимаются. Частные хозяйства, фермеры, там и птица, там и кролики. То есть из малого складывается большое. Мы начали разговор с малого бизнеса и пришли о малом бизнесе в сельском хозяйстве. И всем показывают, что можно и нужно заниматься этим не только в крупных хозяйствах, потому что около 40% продукции мы производим в личных подсобных хозяйствах. 40%? Общую статистику. Поэтому я посмотрел, сам проехался на тракторе, причем нашего производства, Росцельмаша. 365 лошадиных сил, такая махина. Идет как легковая машина, управляешь ей, абсолютно совершенно не чувствуешь, что ты на каком-то танке едешь. Условия сейчас великолепные для работы. Кондиционированная кабина. Все так эргономично, что, я думаю, есть трактора, которые с прицепным оборудованием за один заход делают все операции абсолютно. И больше уже туда не надо въезжать. Прямо сразу отбрановали, засеяли, внесли удобрения и так далее. Замечательно. Очень интересная экспозиция племенного скота, причем высокая продуктивность коров дойного стада. До 10 тысяч литров уже находит на дои. Особенно по таким породам, как наша коренная порода красно-пестрая и швидская порода у нас уже прижилась. И даже мясная порода сейчас пошла. Но я хочу спросить, это ведь не только выставочные образцы, что называется, там показали и уехали. То есть после этого все-таки происходит приобретение того, о чем вы сказали? Конечно, они делятся, во-первых, своим опытом, заключают контракты и смотрят, какую технику надо покупать. Сегодня много энергонасыщенной техники, высокопроизводительной, с хорошим сервисом. Там же, кстати, показывали передвижные лаборатории, которые обслуживают сегодня технику на селе. Не только трактора, но и животноводческие комплексы, все запасные части прямо выложены, подъезжают. Не надо никуда ехать, там все становится как бы на промышленную основу. И самое главное, что у нас появляются интеллектуальные фермы, компьютеры. Самая редкая специальность сейчас, и очень трудно заполняемые программисты, электронщики. Вот куда двинулось сельское хозяйство. Поэтому, когда городские жители спрашивают, а что изменилось в сельском хозяйстве? 39 тысяч селян Нижегородской области кормят всю область, еще поставляют в другие регионы. У нас 60% сегодня продукции в торговых сетях собственного производства. И ни один горожанин не ездит ни весной, ни летом, ни осенью туда, чтобы им помогать. Ясно. Так, есть у нас еще один звонок. Вечер добрый. Слушаем внимательно. Здравствуйте, Валерий Павлинович. Да, добрый вечер. Меня зовут Владимир. У меня следующий вопрос. Занимаюсь с друзьями детьми физкультурного педагога областного училища Олимпийского резерва, что на улице Ваниева. Там тренируются и спортсмены училища, ребята из школьных секций, родители гуляют с своими детьми. К сожалению, в этом году стадион превратился в место свалок. Целыми днями на его территории разгуливают пьяные компании, что влечет за собой образование и, соответственно, набор мусора. Работники училища говорят, что они ничего делать не могут. Сотрудников полиции никак не догадывают на сложившуюся ситуацию. Аналогичные действия наблюдаются и со стороны администрации Советского района, которая обещает сделать все в будущем. Уважаемый Валерий Павлинович, помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации. Владимир, спасибо вам за сигнал. Эту ситуацию, конечно, надо поправлять. Я обязательно вмешаюсь. Не должно быть так на территории, тем более такого, приведенного в порядок нами училища Олимпийского резерва. Там созданы отличные условия для того, чтобы готовить спортсменов с самого высокого уровня. И портить это вот такого рода явлениями ни в коем случае нельзя. Ну, на десерт. Периодически любопытные темы подбрасывает нам Верхняя Палата Российского парламента. На этот раз ряд депутатов Государственной Думы, вы, наверное, знаете об этом, готовят законопроект, который вводит систему штрафов за использование, за употребление иностранных слов, иностранных заимствований. Более того, первое чтение, по-моему, на следующей неделе уже предполагается. Ну, на ваш взгляд, насколько эффективна и насколько нужна подобная мера для защиты родного языка? Ну, знаете, я думаю, что любые запретительные меры, вот, любого характера, они большого эффекта не дадут. Нужно просто в каждой семье, везде в наших учебных заведениях, начиная с такого возраста, открывать любовь к русскому языку. Я вспоминаю свою учительницу русского языка и литературы, Лео Александру Лапицкую. Она, когда с нами встречалась в классе и рассказывала нам свой предмет, так там муха пролетела и слышно. Все сидели, открыв рот. И поэтому многие в жизни получили хорошее подспорье, потому что знание русского языка, умение излагать свои мысли, писать сочинения, это дорогого стоит. Меня радует, что в целом такое внимание к русскому языку у молодежи сегодня, оно активно просыпается. Допустим, ЕГЭ по русскому языку, результаты этого года, 34 выпускника сдали на 100 баллов. Выше, чем по физике, выше, чем по математике. Большое количество. Это говорит о том, что литература тоже 14 стобальников у нас. Да, безусловно, общение наше со всем миром, оно каким-то образом влияет. Это всегда было. Допустим, кто помнит, что сегодня такие слова, как бульон, шампиньон, это же не наши русские слова. Мы сегодня считаем, что они русские. Нельзя просто брать те слова, которые у нас красивее, которые отражают всю культуру нашу русскую. А то идешь в магазине в каком-то обязательно, там вместо хлеба написано «бред». Я бы назвал это «бред», а не «бред». Вот этим как бы нельзя. Например, а как сегодня назвать человека, которого мы сейчас знаем, блогер? Ну, как по-другому его назвать? Ну да, нет синонимов. Все равно это слово у нас будет в ходу. Поэтому все слова, которые можно и нужно применять, чтобы мы все разговаривали, понимали, о чем идет речь. Это можно, ничего страшного в этом нет. Руководство здравым смыслом. Да, основа нашего разговорного языка все равно будет русский язык. И здесь сколько мы не заставляем, ну это бессмысленно, на мой взгляд. Надо просто заниматься серьезно. Воспитанием, обучением. Ну, еще одна, тоже, на мой взгляд, весьма любопытная тема. Правительство России утвердило положение о всероссийском спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В свое время мы об этом говорили. Так вот, любопытно, что это положение позволяет, может быть, даже рекомендует работодателям поощрять сотрудников, которые сдадут нормы ГТО. Вы, скажем, в областном правительстве, в областной администрации намерены ввести такие поощрения? Если да, то в какой форме и в каком размере? Ну, честно говоря, не думали еще об этом. По одной простой причине, что у нас все абсолютно, ну, по крайней мере, основная часть членов правительства, очень спортивные люди. То есть, без денег не хватит? Все занимаются различными видами спорта, причем активно. У нас есть и футбольная команда, и хоккейная команда, и волейбольная команда. Сейчас вот Панов пришел точно, боскетбольная команда. Все участвуют там в различных праздниках. Холожня России, с кем не поговоришь, ну, обязательно ведется человек активный. И не ради поощрения, правильно, да? Потому что все понимают, сегодня не выдержишь нагрузки, если не будешь мобильным, если не будешь подвижным, если не будешь иметь запас такой физических и эмоциональных ресурсов. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время нам не надо будет никого поощрять. Тем более, что программа такая в целом и по области у нас существует. Все больше и больше людей к здоровому образу жизни все-таки просыпаются. И фоки наши, да, здесь очень большой эффект. А так, безусловно, сдача норматива УГТО, тем более там для всех возрастов, есть 11 различных нормативов. От совершенно маленьких детей до пожилых людей. Не надо только ко всем применять одинаковую мерку, как всегда. Есть и ребята, и среднего возраста люди, которые занимаются наукой, для которых весь мир, это вот, ну, как бы их изобретательство, инновации. Они вот подтянуться не могут на турнике, а мы ему говорим, вот тебя никуда не возьмут служить, или там, никакую должность, если ты вот такой вот ботаник, да? Вот, ну, так тоже нельзя. Здравый смысл должен, опять же, присутствовать. Да, должен быть какой-то здравый смысл. Ну, а что касается спортивного комплекса ГТО, все-таки главная задача – это здоровье, а не прибавка к жалованию. Правда, да. Спасибо за участие в программе. Встречимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова